Сура 66. Запрещение. С именем Аллаха Милостивого, Милосердного. О Пророк! Почему ты запрещаешь себе то, что разрешил тебе Аллах, стремясь этим угодить своим женам? А ведь Аллах прощающий и милосердный. Уже установил Аллах для вас, о верующие, путь освобождения от ваших клятв, определил искупление за них, накормить десять бедняков или одеть их, или освободить одного раба, а кто не сможет сделать этого, то постится три дня. И ведь Аллах ваш покровитель, и он знающий и мудрый. И вот Пророк втайне рассказал одной из своих жен Хавси историю. А после того, как она, Хавса, передала ее другой его жене Аиши, и Аллах открыл это, передачу тайны ему, Пророку, то часть того, что она говорила, Он, Пророк, сообщил ей, то есть Хавси, а от передачи части уклонился. А когда Он, Пророк, сообщил ей Хавси про это, она сказала, кто сообщил тебе это? Он, Пророк, сказал, сообщил мне, знающий, ведающий Аллах. Если вы обе, Хавса и Аиша, обратитесь к Аллаху с покаянием, то ведь оно необходимо, ибо склонились ваши, Хавсы и Аиша, сердца к совершению того, что посланник Аллаха не желал. А если вы, Хавса и Аиша, станете поддерживать друг друга против него, Пророка, то ведь Аллах, его покровитель, и ангел Джибриил, и праведные верующие. А после того, в помощи Аллаха, ангелы помогают ему, Пророку, против тех, кто причиняет ему обиду и враждует с ним. Может быть, Господь его, если он, Пророк, разведется с вами, о жены Пророка, заменит ему женами, которые будут лучше, чем вы, всецело предавшимися Аллаху, верующими в Него, покорными Ему, кающимися, многопоклоняющимися, постящимися, побывавшими замужем и девицами. О те, которые уверовали! Охраняйте самих себя и свои семьи от огня ада, растопкой для которого будут люди неверующие, и камни, исполняйте его повеления и отстраняйтесь от того, что он запретил, и учите этому свою семью. Над ним, над адом, ангелы, суровые и сильные, которые не ослушаются Аллаха в том, что он повелел, и делают все то, что им приказано. И будет сказано неверующим, когда их будут бросать в ад. О те, которые стали неверующими! Не оправдывайтесь сегодня за свое неверие, вам воздается только за то, что вы совершали в земной жизни. О вы, которые уверовали! Обратитесь к Аллаху с искренним покаянием. Может быть, Господь ваш очистит вас от ваших плохих деяний, простит грехи и введет вас в сады рая, где текут под ними, под дворцами и деревьями реки. И это произойдет в тот день, когда Аллах не опозорит пророка и тех, которые уверовали с ним. Свет их идет, светит перед ними и справа от них. Они говорят, о Господь наш, дай нам нашего света сполна, не дай ему погаснуть, пока мы не пройдем мост, проложенный над адом, и прости нам наши грехи. Ведь ты над всякой вещью мощен, всемогущ. О пророк! Борись против неверных, тех, кто проявляет свое неверие открыто, оружием и лицемеров, тех, кто скрывает свое неверие, при помощи доказательств и применяя установление закона Аллаха, и будь суров с ними. И их конечным пристанищем будет гиена ад, и как ужасно это ад, как место возвращения. Аллах привел примером для тех, которые стали неверующими, жену Нуха и жену Лута, чтобы показать, что даже родство неверующих к верующим не поможет им в день суда. Обе они, жена Нуха и жена Лута, были замужем за двумя праведными рабами из числа наших рабов, и они обе предали их в вере. Но они, Нух и Лут, нисколько не избавили их, каждой свою жену, от наказания Аллаха, и сказано было этим двум женщинам, «Войдите обе в огонь вместе с входящими». И Аллах привел примером для тех, которые уверовали жену фараона, чтобы показать, что истинно верующим не навредит их вынужденное пребывание даже среди самых худших неверующих. Вот она сказала, «Господи, возведи мне у себя дом в раю, и спаси меня от фараона, и его дела, от его тирании, и спаси меня от людей, которые являются притеснителями, от последователей и приспешников фараона». И также Аллах приводит примером для уверовавших Марьям, дочь Имрана, которая сохранила свой женский орган, ее не коснулся ни один мужчина. «И мы послали к ней ангела Джибриила и вдунули в него, вразрез в ее одеянии, от нашего духа, от духа, которым мы владеем, который принес Джибриил. И она приняла истинными слова своего Господа и его Писания, которые он не спаслал своим посланникам, и была из числа особо благочестивых, всецело подчинившихся Аллаху». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова